Всем привет! Меня зовут Маша. Если кто не помнит, я Миссовка Урал. И сегодня я вылетаю в Краснодар на матч с местными быками. И лечу я с командой, потому что Григорий Викторович Иванов не разрешил. Вот, надеюсь, будет все клево. Все бы ничего, но хитрая пресс-служба сказала мне снять о путешествии сюжет. Так что, надеюсь, будет очень здорово. Я тут посмотрела погоду в Краснодаре. 39 градусов. Просто кошмар. Не, ну, конечно, лежать в тинке на пляже, попивая коктейль со льдом, это было бы прикольно. Но играть 2 по 45, я не знаю, как это будет. Надеюсь, ребята справятся. Кстати, там наш самолет. А вообще, мы летим большой компанией вместе с основной командой. У нас летит молодежка. Я надеюсь, что места хватит всем. И я не буду стоять 3 часа в самолете. Вот небольшая пробка на входе, но мы, кажется, уже поднимаемся. Вот некоторые заняли по 2 места и откинулись. Не, не снимай меня, ты чего? Молодежка ведет себя скромнее всего по одному. Мы уже в самолете, уже давно. Я не знаю, мы, наверное, часа полтора уже летим, если не больше. И сейчас мы немножко попристаем к нашему братарю. Ярослав, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо, летим. Что вы читаете? Читаю книгу Евгения Гинсборг «Крутой маршрут». Как здорово. Я знаю, что вам, как лучшему игроку, подарили шмеля. Вы его с собой взяли? Я хотел, но его не было в списке пассажиров. Не пропустили. Понятно. Ну, нужно обязательно на следующий матч попробовать его взять. Хорошо. Попрошу начальника команды, чтобы у него все воспитали. Хорошо. Синаптики нас не обманули. В Краснодаре еще начало дня, но температура уже 38 градусов. Хорошо, что наши игроки будут играть только завтра и вечером. В 8 вечера по местному времени. Предыгровая тренировка будет сегодня в 7 часов, а наша молодежка сыграет в 6. То есть ближе к вечеру и надеемся, что жара чуть-чуть спадет. Мы приехали в знаменитую Академию Краснодара. И на одном из десятков полей играет наша молодежка. Я, кстати, в 40-градусную жару единственная, кто в шарфике стоит, если что. Урал вперед. Не представляю, как ребята играют в такую жару. Действительно, очень жарко. Но обратите внимание, что скамейку запасных перенесли в тень. Хотя раньше она находилась вот здесь. Вот там. Вот там вот. Надеюсь, им там очень хорошо. Обратите внимание, что на центральной трибуне сидит все руководство ФК Урал. И Григорий Викторович, и Тарханов. Им там, кстати, очень хорошо, потому что на этом стадионе специальная система. Если тебе жарко, греет обогреватель. Если тебе холодно, работает какой-то орошатель. Короче, клево. Тяжело пришлось нашей молодежке, но они все равно молодцы. А сейчас мы идем искать нашу главную команду. Пойдем за мной. Ну вот и оно. Вот мы тут нашли маленьких болельщиков Краснодара. Как тебя зовут? Богдан. Ты помнишь, как в прошлый раз сыграли Краснодар и Урал? Да, 3-3. Кубки. Ну, вы отскочили, чисто повезло. Доминик. Да. Привет. Привет. Ты же только что был на поле молодежки. Да. Как ты здесь оказался? Ну, так быстро здесь. Коротко. Быстро добежал один тайм здесь, другой здесь. Не жарко было играть? 40 градусов. Конечно, было жарко. Вот вы представляете, человек только что играл за молодежку, прибежал оттуда и теперь играет с главной командой. Фантастика просто. Именно этими мячами завтра сыграет Краснодар с Уралом. Ну, а я, пожалуй, отдам этот мячик профессионалам. Хороший. Мясо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok А это стадион Краснодара. Но нас сегодня туда не пустили, потому что берегут поле. Но завтра обязательно мы пойдем на игру. Она состоится в 8 часов. Вперед, Урал!